Ежедневная термометрия, уборка всех помещений с антисептиками и обработка рук при входе. В этом году учителям и школьникам придется привыкать к новым условиям обучения. Каждый класс закрепят за отдельным помещением, покидать которое он практически не будет. Исключение составит предметы, для обучения которым требуется дополнительное оборудование – химия, физика, технология и физкультура. Чтобы свести контакты детей к минимуму, за каждым классом будет закреплен отдельный вход. В школах их, с учетом аварийных, обычно не меньше шести, и время прихода в учебное заведение. График будет вывешен на стендах в коридорах. Если родители привезли ребенка раньше положенного времени, он сможет подождать одноклассников в так называемой комнате ожидания. Если детей там окажется несколько, дежурный учитель их рассадит в шахматном порядке, не ближе полутора метров по отношению друг к другу. Если у пришедшего на занятие ребенка обнаружат температуру, его поместят в школьный изолятор, откуда после осмотра медсестры передадут родителям. Чем ближе 1 сентября, тем больше вопросов и обеспокоенности граждан стало поступать, в частности, в общественную палату. Все это, конечно, связано с началом учебы. И здесь, на самом деле, целый комплекс вопросов. Все они, конечно, для граждан чрезвычайно важны, и некоторые из них даже болезни. Но первое и главное – это насколько безопасно будет организован образовательный процесс в условиях, пусть и снижения распространения новой коронавирусной инфекции, но, безусловно, сохранения угрозы ее распространения. Звонков на перемену звучать не будет. Каждый класс будет учиться по собственному графику, чтобы дети не пересекались. У всех будет индивидуальная система перемен и график приема пищи. В столовой должно присутствовать не более одного класса. Чтобы это сделать, на визит каждого будет отведено по 15 минут. В это время учителя будут проветривать помещение класса и обрабатывать его с помощью рециркулятора. 192 устройства уже закуплены. На этой неделе еще 326 учебных заведений будут оснащены рециркуляторами в количестве 1734 штуки. На их закупку выделено почти 39 миллионов рублей. В сельских школах, где организован подвоз детей на специальных автобусах, будет организована дезинфекция транспортного средства. Водители должны будут работать в масках и перчатках. И дети из разных классов также в пути будут надевать маски. Дело в том, что прежде мы использовали исключительные рекомендации. Теперь эти рекомендации носят в норму закона, и мы не имеем права их не выполнять. На сегодняшний день в педагогических коллективах с привлечения специалистов Роспотребнадзора проработаны вопросы по соблюдению этих дополнительных требований и проведены информационные кампании. Для каждого типа учреждения разработаны свои меры. В детских садах, которые вернулись к обычному режиму, действует групповая изоляция. После каждого посещения группой музыкального или спортивного залов в них проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, влажная ежедневная уборка с помывкой игрушек проводится и в группах. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Продолжение следует... Продолжение следует...